Превосходное качество. Это итальянская сумка, рюкзак, на котором даже на фурнитуре есть свои целлофанки, которые сдираешь с вау-эффектом, как пленку с айфона. Хотя нет, снять их намного труднее. Здесь темно-синяя текстурированная кожа. Замечательная фурнитура, на которой есть логотип тервалины. Эка кожа сделана очень качественно, мягкая. Чем-то напоминает плотную кожу теленка молодого. Абсолютно ничем не пахнет рюкзак. И у него великолепная фурнитура, минималистический дизайн. И также очень интересная цена. Окончательная цена, за которую я его взял, со всеми скидками была 3040 рублей. Итак, что же в нем внутри находятся? Отдельно стоит отметить конструкцию лямок, которые никогда не будут телепаться. Все подогнано, все швы сделаны очень аккуратно. Все торцы на эко-кожа завальцованы. Сделаны вообще великолепно. Придраться абсолютно не к чему. Ручка удобная, рюкзак небольшой. Внутри есть лейвы, карман для документов у задней стенки, что очень важно. Карман для нотика. Но нотик небольшой, до 13 дюймов. Карман под мелочевку. И небольшое отделение. Основное. Фирменный карман для ручки там, либо для туалетной воды. Поместительный карман для мелочевки. Сюда поместится все. Он в половину уже, чем основной карман. И на всю длину, глубину. Очень хорошая дышащая задняя поверхность с глубокой текстурой. Также дышащие лямки. Все это эко-кожа. И темно-темно-синего цвета. Ближе к черному. Вот просто тюбно-синяя. Но это с чернотой. Форму держит очень хорошо. Только время покажет, как будет дальше. Узкий, габаритный. Маленький, аккуратно сделанный. Но сама вот эта конструкция лямок. Это, конечно, вещь. Ничего не терепается. Все сделано нормально. Качественно. Стильно и хорошо. Посмотрим, насколько лет его хватит. Но в среднем все внешний рюкзак. За год сшатывается по полной. Если взять стандартную, хватит. Четвертого формата. То в отделение для ноутбука находит плотно. И практически на верх. На маях не серьезно. Делаем вверху. Делаем, что возьмем. Делаем вверху. Субтитры сделал DimaTorzok